Мой первый вопрос, он такой, скажем, фундаментальный. Мир переживает кризис ценностей. И одни считают, что государство должно каким-то образом сохранять ценности, другие говорят, что это прерогатива бизнеса и общества. И все говорят, что это невозможно сделать без культуры. Вот как вы думаете, где золотая середина? То есть государство должно все-таки, скажем так, поддерживать культуру, но тогда возникают трудности известного рода? Или все-таки бизнес, но тогда возникает другая угроза, коммерциализация? Вот какова ваша спонтанная реакция? Женя. Мне кажется, коммерциализация как раз тогда, когда не хватает культуры в бизнесе. А, ну как раз, я об этом и говорите, да? То есть мне хочется сказать, что поскольку я все-таки усами культуры, мне кажется, что и государство, и бизнес, и общество, и всем, и люди просто все должны эту какую-то меру ответственности иметь. Хотя я знаю, что по отношению к культуре всегда меньше всего этой ответственности. Всегда хочется, чтобы кто-то был культурным, а я уж как-нибудь пристроюсь, да? Или пусть другие отвечают за культуру, за чистоту, за порядок, за правовые дела, а я, ну, быстренько, как-нибудь свои дела детально сделаю. Вот. И поэтому мы, люди культуры, всегда всю жизнь, ну, не то что страдаем, но существуем при том, что не хватает культуры во всех областях. И наша ответственность прямая, мы стараемся как можно. Единственное, к нам прислушиваются так. Вот когда вот, например, живот заболит, врачу бегут. А никогда не болит так, образно говоря, живот болит, живот по поводу культуры. И поэтому мы всегда сами должны нести, мы всегда от нашей настойчивости, от нашей, ну, какой-то, ну, аргументированности, убежденности, это зависит. Но культуры никогда еще не было много, даже достаточные границы, даже в самых разных странах. А как Вы думаете, вот, чтобы продолжить эту мысль, что является показателем культуры в государстве? Уровень финансирования или чистота подъездов? Ну, я как считаю, что и общество, и государство, они обе должны стороны заинтересованы быть, чтобы была культура. Но если говорить о финансировании, это является государственной задачей, потому что это один из аспектов нашей безопасности. Общество без культуры – это стадо. Если государство заинтересовано в своих гражданах, оно должно быть заинтересовано, чтобы это стадо было культурным. Поэтому финансирование со стороны государства – непременное условие. Артисты, которые зарабатывают на свадьбах, на тоях, они ничего у государства не просят. Понимаете? Их общество уже содержит. Я хочу, чтобы государство тоже сделало шаг на встречу культуры. Потому что есть такие составные части культуры, которые ты на то и не вынесешь, и на них не заработаешь. Но без них любое общество будет, как на колчановом стуле. Мы будем шататься. Если не будет инструментальной серьезной музыки, если не будет оперы, если не будет балета, если не будет изобразительного искусства, наше общество будет неполноценно. Это эзотерика. На этом встроились все общества человеческие. Как только двуногие встали, стали пронахотящими до наших дней. Без культуры наций не существует. Это наша духовность. Кто должен заботиться? Мы. А государство кто? Оно должно у нас эту заботу тоже на так радость внести, я считаю. Тогда у меня сразу два вопроса. Значит ли, что государство достаточно финансирует классическое искусство, если все остальное каким-то образом все-таки перебивается с хлеба на воду, ну и как-то от себя находит на рынке? И второй вопрос. Значит ли это, что только государство несет полную ответственность? Нет, ну вот Жанья же сейчас сказала, что коммерциализация, такое понятие существует. Если есть коммерциализация, то это коммерческое искусство, оно само выживет. Но не каждое искусство является коммерческим. Правильно? Вот именно о нем государство должно заботиться. Во-первых, кто-то должен заботиться о том, чтобы кадры росли, развивались, их надо обучать. Потому что это вот как, знаете, закваска, которая может в любой момент умереть, если его не поддерживать. У нас тонкий слой есть, его нужно поддерживать. Мне кажется, что, ну я пока представитель, как руководитель учреждения, которое дает музыкальное образование, я довольно часто и сейчас скажу, что мы на стране намного лучше, чем во многих других странах, в том числе и самых развитых, самых богатых с музыкальным образованием. По крайней мере, это не только усилия государства, но и какой-то определенный путь зрелости общества, когда люди понимают, что нужно детей отдавать в музыкальную школу, и тогда местные власти, например, стараются что-то сделать для дополнительного образования, как называется музыкальная школа. То же самое среднее специальное образование. Но сейчас все-таки, ну чуть-чуть хотя бы, есть такая тенденция, хоть чуть-чуть увеличивается количество людей, которые хотят получить среднее и высшее музыкальное образование. В наших залах сейчас больше людей, то есть у нас самый лучший концерт, там шлаговый, там театры, я знаю, полны оперы, театры полны, да? То есть по большому счету нигде не было, чтобы это было массово. Хотя в советское время как раз ставили такую задачу. Мне кажется, тогда больше людей, больше процентов общества знал настоящую литературу, настоящую искусство, ну там музыкальное, живопись, там кино, театр, высокого уровня. То есть этот железный замыск, за которым мы жили, он ограждал нас от произведений, ну, такой разносортицы. То есть эта культура была поддержка идеологии, или наоборот, а, ну да, поддержка идеологии. И тогда очень следили за этим, центрура была. Понятно, что сейчас это воспринимается, сейчас это невозможно, да, но тогда своеобразный плюс и к тому, чтобы вот оценивать общество как качественное, как грамотное, в этом был. Потому что, ну, сейчас вот иногда трудно в этом море книг выбрать какую-то стоящую. Ну, хочется новую литературу читать, она сплошная, дешевая и какая-то легковесная, да? Мозги перестают быть напряженными. Уже сам понимаешь, хочется что-то легкое читать. Не знаю, то есть, если так коротко говорить, потому что о культуре очень трудно коротко говорить, то однозначно, что есть части культуры, которые государство обязано поддерживать. Это, конечно, образование. Это, конечно, те жанры, которые горлайшант, которые не коммерциализированы. Но, с другой стороны, коммерциализация культуры иногда имеет свою положительную сторону. Иногда это просто дешевый какой-то уровень, который, ну, на потребу самых низменных вкусов, и это жалко. Вот, но это процесс, как во всем мире. Иногда в Казахстане даже кажется интереснее и лучше. Я, поскольку внутри этого процесса, я наблюдаю удивительные какие-то явления, которые мне позволяют такую вывод делать. Мир движется по пути развития креативных индустрий, и, как показывает практика, даже во времена мировых финансовых кризисов именно креативная индустрия давала до 6% ВВП. То есть даже в Европе, где был очень резкий экономический спад, все показатели, по которым, все показатели по структуре ВВП не падали, а креативная индустрия продолжает расти. По большому счету, мне кажется, что для Казахстана это была бы хорошая модель, для того, чтобы пришли к проблеме. К чему к культуре сейчас относятся? К чему? Как падчерице, да? К какому-то нежеланному дитя, которое еще надо обувать, кормить, одевать. Чуть-чуть лучше. Я бы сказал, что у нас, к счастью, не так. Но хотелось бы лучше. Я говорю, культуры никогда не будет много. Сколько бы нам не помогали, все нам кажется, а вот это бы я сделала, вот это бы. А еще бы вот так, вы понимали. Самое главное, знаете, государство же тоже само по себе не абстрактное. Государство персонифицируется, как это? Персонифицируется. Персонифицируется в конкретных людях, через конкретных людей. И тогда их уровень сознания вырос, и, соответственно, они могут влиять от имени государства на культуру. И это так часто бывает положительным. Самое неожиданное. Вообще, я так хочу написать книжку о том, как те или иные проекты получались благодаря каким-то причудливым таким выходам на каких-то людей, которые просто обладали очень сильным культурным чувством. Потребностью. Потребностью, да. Не имея, может быть, прямого отношения к области культуры. Ну, Атарьяна, у меня к вам вопрос такой насчет такой потребности культурной. Вот, ну, вы достаточно успешный предприниматель. Но, тем не менее, как говорит нынче молодежь, у вас почему-то все время колбасит. То вы либретто пишете, то создаете латинский алмфавик, для казахского языка. Зачем вам это надо? Дело в том, что я даже не могу себя назвать бизнесменом. Мне это вообще смешно. Один человек сказал, большой человек, что еще матка не выросла у нас, которая капиталистов рожает. Понимаете? А мы уже все из-под себя бизнесмены. И я даже не знаю, как назвать. Я лично считаю, что я вот так работаю, зарабатываю, чтобы купить себе свободу. Я зарабатываю для того, чтобы у меня была возможность свободно заниматься тем, что мне нравится, а не то, что от меня люди ждут, или что мне кто-то говорит, что нужно. Вот и все. То есть, слава Богу, мне как-то повезло, я, наверное, что-то очень удачно получилось, я вот эту возможность имею. А когда у тебя есть свобода, ты можешь себя пробовать в разных. И я делаю то, что мне нравится. Мне всегда нравились языки, мне всегда нравилась музыка, мне всегда нравилось искусство. Вот я и посвящаю свое свободное время. Прекрасно.